Всем добрый вечер. Это пятая или шестая часть трансляции Resident Evil. Мы вчера поиграли хорошо на три с половиной часика. Ну три нормально, а вот полчасика были уже такие в ожидании соков, назовем это так. Прекрасный Resident Evil, Village, отличная графика, хорошая очень музыка, звук, создает атмосферу. Давайте продолжим игру. Добрый вечер, Zero Two. На чем мы остановились? Какой-то стронгхолд, гарги летают. Будем вспоминать. И будем вспоминать. Идею этой сказки, а может и не сказки. А, это я не записался что ли так? Да я сокровищницу взял, а... А, я сел на лодку, поплыл. Болгарин поддержал, говорит, добрый вечер, Михаил... Добрый вечер, три тысячи рублей. Смотрел себе спокойно трансляцию на телеке через YouTube. Но разговор про Айди заставил включить компьютер и вспомнить пароль от аккаунта. Так-то я со времен аудиофайлов плюс реплей, но зарегался не сразу. Давно хотел задонатить и выразить уважение. Давно реально, если ты со времен аудиокомментариев думал долго, лет 14. Но спасибо большое, Болгарин. Вспомнил, задонатил. Красава. Благодарю тебя. Добро пожаловать на стрим. Добрый вечер, Гэджей Пит. Отдельный привет современному. Мастер Мэйл. Добрый день. Бараглин, 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 али... А, Баралгин это ведь? Это Баралгин. Баралгин это в переводе с Вастерин колец в гоблинском. Баралгин. Правильно ведь? Правильно. Так, что у нас? У нас обновились пушки, у нас появились пистолеты, появились дробовики. Мы прогрейдили многие вещи. Игра вчера представляла собой больше экшен, чем какой-то хоррор. Тимимэн, привет. Да, я получил письмо, не успел послушать ничего, поэтому... Поэтому... Поэтому вот. Так, а куда плыть-то? А у нас только один путь, куда плыть. Тимимэн прислал парочку композиций. Новых. Совершенно верно, да-да-да. Это... Это классика, но я сейчас пересматриваюсь и такой думаешь, а чё, а это юмор? Но раньше это было прям... Глоток свежего воздуха. Так, у вас всё нормально. Да, пульс работает. Лагов нет. ППС 80+, 90. И мы на моторной лодочке плывём. Красиво. Непонятно только куда. Мы с вами уже трёх боссов из четырёх извели, погубили. И в шаге, фактически, от спасения нашей мелкой дочурки. Но очень много вопросов. Что по жене, что по дочери, где вообще... Где, где кто? Место ритуала. Это позже, да? Идею этой сказки. Пособирали в поселении животных. Пособирали склады. Клады, так скажем. Повыуживали из колодцев. Тоже ништяки. Вот петуха только не мочканули. Но там был зверь. Я его не замочил. Что по инвентарю? Какое-то мясо валяется. Не свежий. Не первой свежейся уже. Новый револьвер. 40 косарей. Гранатомёт нашли. Целый арсенал в инвентаре. Инвентарь, кажется, расширен на максимум. Можно даже покрафтить. Мы не особо ограничены в этом. Ключ, скомбинированный с шестикрылым эмбрионом. Колба с руками, ногами, головой. Нужна четвёртая колба. Фото редкого животного, то бишь свиньи. Снежно-белого цвета. Где её сделали? Понятно, где её сделали. Этого животного уже, наверное... И в живых-то его нет. Пособирали животных. Теперь так называется? Собирательство. Оно же охота. И два прохода, да? Рыбы! Рыбы! Вот, сейчас мы рыбачим. Ой, это какая-то особая рыба. Превосходная рыба. Игра как будто сама провоцирует нас сегодня на PUBG опять. Чувствуете? Потому что вчера мы с Соколиком так и не прорыбачили нормально. И на параплане не по это самое. Может написать Соколику, а? Ребят, как вы относитесь? Поиграем нормально 2-3 часиков в Resident Evil. Глядишь, там к финалочке уже подойдёт. Хотя я не знаю, сколько там до финалочки. Громел говорит, отказать. Слышь, что ты душнила такой? С Соколом же было весело вчера. Не? Да, всё. А чё я сомневаюсь? Хочется, Миш, играй. Ты взрослый человек. По вечерам можешь себе позволить поиграть. Это от стихи на стихи. Стихи на стихи. Короче, написал. И ответ от Сокола. Через 2 часа я готов. Ну, давай. Давай. 2 часа Сокола это 2,5. Как бы. Окей. И ещё Доку-2 вспомним. Так, подождите. Сейчас всё. О! Мы куда-то с вами... Я не помню уже этого. Вчера, кажется, этого уже не было. Не помню, что от меня хотел Хайзенберг. Последний босс. Он в друзьяшке хочет заделаться. И послал меня куда-то при этом, при всём. И кажется, я вот в таком состоянии, посланном, куда-то и пришёл. Какой PUBG? Давай. Давай. А чё это такое? Я не понял. Чё происходит? Целый арсенал! 30 патриков, пистолет. Древняя монета. С пеликаном? А здесь спецназовцы были. Цевьё. Для дробаша цевьё. Вертикалочка. Класс! Давайте-ка. О, использую деталь. Опа! Вот это я понимаю. Должно значительно уменьшить вертикальную отдачу. Мина. Фугасные снаряды. Нас готовят просто к войне. То есть гранатомёт, мины. Три десятка патронов для пистолета, почти соточка их уже. Ну и ноутбук. Погнали. Секвенирование. ДНК завершено. 99,95% родства с мутамицелием из Далуи. Разницу в 0,05% вероятно составляют изменения, намеренно внесённые людьми. А значит, это наверняка есть источник. А, понятно. Необходимо выяснить, как именно соединения нашли и извлекли образец плесени. Соединения нашли и извлекли образец плесени. Колония грибов разрослась под всей деревней. Если вспомнить инцидент в доме бейкеров, заражённые мутамицелием входили в сеть коллективного разума. Если здесь случай аналогичный, то и этот организм хранит в себе данные. А раз так, какие данные нужны Миранде? То есть опять грибы. Всему виной лисички. Ой, смотрите, он прям взялся за цевьё второй рукой. Блин, ну это ж тупик. А, о! Нормально. А! Ай! Нихрена себе укусаться! Серьёзно? Блин, хотелось сэкономить опять. Патроны называются. Серьёзно, всё ещё живо? Вот так вот. Опасненько. Там, может быть, надо было минку или из гранатомёта шмалинут разок. Кажется... Давайте гранатомёт поставим на быстрый доступ. Вряд ли мне снайперка тут пригодится в ограниченном пространстве, правильно? Чик-чик. Добрый вечер, Скелетон Кинг! Всем добрый вечер, друзья! Всё, грибы, грибы. Не иначе. Ой, чувствую, меня здесь уже по кат-сцене принимают. Там фунтамплар, кажется, задонатило, а я пропустил донат. И уже не прочитаю, так просто. И что, мне посылают назад? Здесь мы порыбачили. Это настолько нетипичная тема, когда ты достаточно далеко уплываешь, и при этом... Потом приходится возвращаться назад. Тебя даже игра после завершения главы сама выводит на главную площадь. Миша, а может показать, где ты, а то пропустил? А я далеко... Ты сам не знаю, где я. То есть я сел на лодочку, пару направлений уехал. Лодочку мы взяли, потому что... Смогли взять, потому что у нас появилась деталь после прошлого босса. То есть мы ровно там, где можем себе позволить быть. То есть это новая территория, так скажем. Вот. Но я сейчас возвращаюсь назад, потому что... По обоим направлениям уже... Прошли. На место ритуала, я тоже думаю, рановато нам. Видимо, придется вернуться... Блин, как красиво, конечно. Вернуться к... Торговцам. Возможно, он нас куда-то отправит. Направит. А, не, я вспомнил, куда идти. Там же по указателям. Я как раз специально пошел в эту штуку, ожидая, что она тупиковая. О, чудно. Я как раздумал, чем бы себя занять. Статуя Димитреско. Может, не продавать, бывшую оставить в качестве статуи хотя бы. Похоже на монету из дома Бейкеров. Рубин, кристальный череп. Хе, ну вот скажите, зачем мне это? Можно грандануть... Блин, припасов новых нет, все скупили. У него не обновился ассортимент, к сожалению. То есть он обновился, но мы уже успели все скупить в очередной раз, и... Так получилось. Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Да, я понимаю. Ладно, давай боезапас еще. Девятнашки. Пистолет теперь... С семи патронов он стартовал. Спасибо за покупку, сэр. Сейчас девятнадцать. Ну, потому что экстендед мы... Ну, расширенный магаз мы взяли как... Как модификатор и дважды улучшали пистолет. Еды нет новой. Кстати, еду надо было проверить. Пальто подсказывает. Не удержались. Ооо, ребята! Ооо, не надо. Держите в руках, пожалуйста. Так, восемь рыб и превосходная рыба, да? Ускоряет... Навсегда ускоряет перемещение. Видимо... Не останавливайтесь. Скораю от нетерпения. Сормале де песте. Роскошные капустные голубцы... Выдутся только в этом краю. Они такие воздушные, что ваше тело становится почти невесомым. Готово. Садитесь, ешьте. Скушали. Навсегда у... Скорость перемещения увеличена. Навсегда. Так, что-то еще может есть. Шесть, семь. Сочный мяца дикой птицы. Но с птицей дикой у нас пока не сложилось. Снижает урон при блокировке, но я не хочу блокировку. Давайте сбагрим... Не останавливайтесь. Сбагрим ненужные вещи. Ну, чтобы инвентарь просто не забивался. Гарантия. Дерево будет вкусно. Во время готовки я заволновался что-то. Да, да, да. Будоражит. Вот. И по этим указателям место ритуала. Rose is waiting for you. Rose ждет тебя. А, что там? The show must go on. Ну, шоу продолжается. Show must go on. И ключ явно тот, который Грейжин и нужен. А вот это определенно новые локации. Ой, как обычно нас... Нас посылают. Ой. Чуть блокнот мешает. Good luck. Типа, ну, удачи. Я хочу проверить эту штуку вдруг. А, это основная? Ё-моё, нет, я лучше пойду туда. Давайте проверим сначала здесь. Кто здесь? Кто здесь? Блин, твою на лево. Он над нами. Где-то. Блин, пугает пес. И здесь явно боевка будет, смотрите. Похоже на арену. Я не понял, кто это. Вижу детальки внизу. А-а-а. Капец, как вас много-то, а? А-а-а. 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 О, блок. Я сделал блок. Свои мины по броне бьют. Капец. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Классно. Так, тихо. Ещё не всё. Но и это ещё не всё. А я вижу... Всё за каких-то... 10 рублей о при приуныл тоже одно выстрела в голову хватает угрейженные винтовочки чтобы успокоить зомбарей но это сразу action такой то есть это не ри но это не резидент это просто ближе уже к думу хватит бояться пора убивать их всех ой что я а с одного выстрела дробаша даже умирает они вышли опа что там лучники слышь хреневшие на на вот здесь прицел снайперский бы пригодился я нику не покупал потому что не было у нас потребность стрелять на большие расстояния я попробую собрать тут хотел наверх забраться не могу не вижу как забраться темнеть начинает очень красиво луч жалко конечно поделать о бочечка бочки детонирующий не ставят там ну где они типа не нужны то есть сюда надо будет кайки скорее всего на меня сейчас побегут видимо ну иначе зачем огромное количество черепков паб джи пошел да 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 дробь наперевес а я понял я пытаюсь понять куда по мне шмаляет как будто вот сверху через стенку то есть ребята вообще не стесняются плохо очень громко за что я настолько и какие ребята нормально реально хакеры мамкины но он тоже в стенку стреляет точнее в пол войне и по одному и тому же циклу бедолага то есть как его включили так он и стреляет бедный бедный сломанный моб что с ним делать только лутать вот тут и дальше экшен пойдет пока ни одного моба не вижу но две бочки с с а взрывчаткой это значит сейчас опять ор поднимется закрытая дверь как открыть эту дверь а надо подняться наверх и там механизм это очевидно но когда мы приступим к этому действу 3 бочки это как будто вот сейчас будет заруба дикая ребят прям гадалки не ходи сто процентов заруба будет дикая 7 патронов для снайперской винтовки там два десятка патриков обычных меня готовят к войне а может быть сразу тогда мину поставить что явно ко мне будут сюда проходить первая пошла р первый рычаг пошел по орёт чё это все что ли ребят ну реально это очень слабо а нет не все еще но это еще не все прыгай а как ай да дробаша просто экшенчик так но у меня патроны к дробовику закончились предлагаю по крафте чутка это не так дорого но на самом деле дороговато три патрика за с другой стороны бочки повзрывали мину реализовали врагов поубивали лутецкий тоже собрали наша задача сейчас забраться чуть еще повыше и привести ну использовать второй рычаг по этой лестнице имеется нападение бомжи но не такие конечно то ужас с этим с блоком с дробовиком со всеми делами а там отребье прям интересно сейчас побегут или нет мне ставить одну мину еще кажется надо будет это нет молчат медленно открываются ворота у меня кстати со здоровьем проблему я бы скрафтил еще одну хилку сзади пропустили лут а там прям сундук ё-моё как как я вот так мог а а он видимо выше находится здесь мы под шли наверх вряд ли я мог его пропустить прям если он в открытке лежал или там можно еще выше подняться получается а нет да нет тут спуск тут подъем видимо он где-то вот там вот но туда пока никак не забраться чтобы найти вот нужно мыслить как вот да похоже тут пока все линейное к этому луту мы вернемся позже он то есть он за стенкой находится хитрый лут если бы это была другая игра я потратил больше времени на изучение но здесь уже было не в первый раз такое что тебе показывают что вот он прям перед тобой лодка сядь на нее до плыви до сундука в десяти метрах на самом деле никак не пройти поэтому скрипя сердце идем дальше и продавец переподписан 90 месяцев привет так и есть самодельная бомба запись сейчас я открою еще дверь на этот балкон играя скоро превратилась ходил к стрелялку на самом деле это хорошо потому что вечно бояться смысла ну она тоже приедаются именно разноплановый контент кому-то одно кому-то другое мне например хватило там часа этой жути со вторым боссом реально он такой очень стрёмный они могли всю игру такую сделать я бы не высидел просто нервы дороже подняться выше я пока не могу очень красивая игра ну что многоуровневая какая-то видимо это логово логово да логово это значит что возможно будет анлим врагов вместо снайпы я бы поставил все таки гранатомет со снайпой здесь не не развернешься вон там сразу булочки впереди погнали и внизу и наверху ай что-то я вообще как нихрена себе да ладно да я отбивался же и а а а а а а а и а и а у Дробовика в том, что у тебя патроны заканчиваются очень быстро. То есть оружие практичное. Хотя пистолет с такой скорострельностью снова я не привык к ней. Мы же апнули скорость стрельбы. 5.25. Давай вниз, короче. Да патриков на все не напасешься. Нужно бочки использовать и другие подручные средства для того, чтобы избавляться от этих упырей. А хрена с два они там заканчиваются вообще. Где твои сотни патронов, Михаил? Нет больше патриков у тебя. Да ладно, не успел. Держись. Держись, лечись. Один патрон из пистолетов. Пистолет. Два патрона в дробовике. Что по крафту? Снайперка еще есть, конечно. Крафчу, что могу. Блин, они реально не заканчиваются. Да как? Надо раньше это делать, друзья. Раньше. Я не напасусь здоровья на них. Одного выстрела не хватило. Одного, мать его, выстрела не хватило. Такое впечатление, что они реально не заканчиваются. Блин. Да как? Серьезно? Тут их много. И опять хп нет. Ну. Ну. Что ж. Серьезно? Здравствуйте. Здравствуйте. Не, они конечные. Гений говорит, чтобы найти сундук, ты должен мыслить как сундук. Вот представь, что ты сундук. Где бы ты прятался? Прямо на дороге? Чтобы каждый прохожий ногами грязными в финал? Лишь ты коварно висел где-то на высоте, смеясь над противниками внизу, тщетно пытающимися тебя болтать. То-то же. Да, коварный сундук. Если бы я и был сундуком, я бы был, конечно, не простым сундуком. А очень ценным и хитрым. Ну, это явно какой-то шорткат. А хотя бы, может, я попаду туда-куда... А-а-а. А прикиньте, можно было сюда пройти, не теряя вообще... Не теряя патриков. Ну, просто пробежай, там кинул там, кинулсям. Не убивать методично всех, а... Блин, какая грязь. А-а-а. Да-а-а. Ну, все, дробоша у меня нет. Мне кажется, меня сейчас сожрут просто. Какой здоровый! Ой-ой-ой! О-о-о, нет! Ха-ха-ха-ха! О-о-о-о... Да ладно! Ха-ха-ха-ха! Да ну нафиг! Черт, вообще! Блин! А-а-а, револютер пробивает сквозь, так же, как снайперка. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Там такое количество просто... Видите, идут, жрут! Идут и жрут! Идут и жрут! Ну я крафчу как не в себя. Причем, не выжил этот здоровый, не выжил. С двух этих динамитов ушел. А мелкие каким-то образом выжили. Хотя динамит я кидал прям четенько в толпу. Загадка. Так, ну прорвались че. Столько всего было выжжено, столько патронов оставлено там. Там реально пара сотен, наверное, суммарно было оставлено под патриков. Пополняем по возможности боезапасы. Ты здоровому еще с револьвера зарядил. Вроде по здоровому не попал с ревочи. Ну хотя, без маски он похож на остальных, поэтому я мог спутать. Так, здоровье есть. Хилка есть. Ну это прям экшен уже идет. Мне кажется, надо было экономнее вначале. Ну если бы у меня было, знаете, понимание того, что... Можно пробежать так, и я не ценил бы жизнь свою. Ну просто... Ой. Что это такое? Кто-то рычит. И я иду в ту сторону, откуда доносятся эти страшные звуки. Как игрок ощущения. Это стадия экшен. Ну то есть это пальба беспорядочная. Огромное количество зомбарей. Использование... А-а-а-а. Вот у них гнездо, смотрите. Класс. Класс. Он непременно переломил ход этой битвы. На гиганты с топором сейчас. Угу. Надо сейчас снайперскую винтовку активнее использовать. Мне кажется. Потому что на нее патронов у меня дофига просто. 24 штучки. Она шотает, будь здоров. И если есть возможность, надо, конечно... Надо, конечно, ее езать. Спускаемся. Музыка гнетущая, конечно. Очень красивые места. Очень красивый огонь. Очень красивое освещение. Все стихает. Как будто нас собираются пугать сейчас. О, это как в думе. Знаете, вы приходите на локацию, арену. И... Учитывая, что там есть тоже физические ограничения по прыжкам. Ну, гораздо... Конечно, гораздо меньше, чем здесь. Но, тем не менее. То есть, сейчас ты понимаешь, что спрыгнув вниз, назад дороги не будет. И, скорее всего, начнется экшн. Поэтому правильным в думе, по крайней мере, когда мы играли на ограниченное количество смертей, было до триггера, до включения триггера, изучить местность, чтобы ты там не плутал, как... Как слепой котенок. А был готов. То есть, чтобы у тебя был план, изначально какая-то тактика, и ты ее придерживался. Мина. Блин, патронов нет. У меня реально одна снайпа, одна экшн. Ну, по количеству патриков. Одна бойма пистолетная, 19 из трех. Точнее, 19 плюс 3. Три заряда дробовика. Это так чисто перед смертью попытаться отстреляться. И еще 24 выстрела из дробаша. Ой, в смысле, из этого, из этого, из снайперской винтовки. Ну, ладно, че. Я не знаю. Я же говорил. Ооо, ха-ха-ха. Это тот чувак, которого мы почти в самом начале игры встретили. Встретили, помните, там, где была местность с... Там, где бегать надо было, какую-то часть зомбарей убить и бегать, и... Да, 25 патриков дали. Терпение тебе, говорит Энтман. Да чё, нормально всё будет. Я, правда, не знаю, что здесь с ним делать. Чисто Dark Souls. О-о-о-о-о! Хорошо! Так, а давай-ка сделаем всё-таки не снайперку. Точнее, этот выберем, поставим... Нет! Этот... Нет! Этот поставим на нож. запрыгивает опять ой нет да блин неожиданно неожиданно да это было неожиданно а а а а а а что нет Что он делает? Не надо, не надо, не надо, друг. Ёшки-матрёшки. Так. Изи просто. Кто-то вырил терпение на хардкоре с первого раза. Просто изи. Просто изи. Уноси готовенько. Читер говорит, что здесь сложный босс что ли был? Это не босс, это даже как-то просто проходной какой-то. Даже патрики, видишь, подлутали тут. Отпусти пидор. А что сложного, ребята? Реально тут какие-то сложности могут быть с ним? Изя, вы же босс. Да его нерфили после релиза. Говорит Бобр. Ну, бывает ничего. Быстрый доступ. Давайте вернём пистоль. Хотя у него три патрика. Всего лишь гранатомёт, наверное. На единичку поставим. Я раз за седьмого одолел его, его понерфили после. Блин, такие вы душнилые просто. Понерфили. Ни фига себе тут драгоценных камней. Прикиньте. Я богат. Тут реально очень много денег у нас в это самое... Ловушку, чтобы патроны потратить. Но я надеюсь, что мы встретим вскоре торговца. Как обычно, в самом неожиданном месте её увидим. Под разными углами пробую посмотреть. Ладно. Нерфили после релиза. Так, есть. Два десятка патриков для пистолета. О, да ладно? Колба с туловищем? Четыре из четырёх, ребята! Стоп! Флэшбеки. Это Хайзенберг. Хватит прятаться, мудила. Живым так меня не уйдёшь. Сбавь обороты. Ещё чуть-чуть, и ты всё закончишь. Я помогу тебе. Но в обмен... Что в обмен? Возвращайся ко мне. Положи колбы на алтарь. А дальше сам догадаешься. Пакеты. Гейзенберг. Хайзенберг. Стой! Блядь. Ха-ха. Так. Отнесите колбы к алтарю. Я помню, где алтарь. Я помню... Я знаю, что у меня есть колбы. И я надеюсь, что мы... Мы же придём к алтарю, скорее всего, с... Так, тарелочку взяли. Скорее всего, это просто ценная вещь. Которую можно будет сбагрить. Ну, поплыли. Не, ну как-то... Как-то просто. Если честно. Пока что. Может быть, это мы слишком перекачано уже. Здоровья много. Счастья тоже много. Пушки... Превосходные. Скиллуху, опять же, никто не отменял. Правильно ведь? Или неправильно? Спуск, подъём. Открываем. Сейчас мы поохотимся на курей. Извините. Кукурику. Так, петуха сейчас в мою перо. Последнее, что он сказал. Это кудах-тах-тах. Ага. Может, это... Ну, странно как там. Мы можем отсюда выйти? Вроде ключи есть. Причём ключ старого образца, на самом деле. Вот этот вот. Открываем. И оказываемся вообще в самом начале у церкви. То есть это что-то вроде шортката. Нам надо вернуться назад, естественно. А, из хрон достали. Сокровища под крепостью. Давайте вернёмся. Козлики для ачивок. Да, кажется, козлики для ачивок. Они... Ты можешь одного там козлика собрать из двух частей. Это просто ценная штука, которая тебе денег принесёт. Но... Обычные козлики, это, видимо, да. Это на внимание. Resident Evil любит пасхалки. Истер-эги. Чёрт. А мне вот не нравится окружение здесь. Может, имеет смысл тогда сходить. Хотя тут одно помещение. Типа тупиковое, что ли. Но обычно в таких местах происходят ужасные вещи. Ну, замесы, я имею в виду. Фото неуловимой рыбы. Это, видимо, тоже мы можем открыть, посмотреть. И ту самую рыбу, которую мы уже выловили, кажется. Так же, как и... Видите? Да, да, да. Там лодочка, закуток, и мы эту рыбку съели. Без последствий. Отчёты по вживлению каду. Пациенты 174 и 181. Пациент 174. Михай Мерчук. Параметры. 21 год. Мужик. Серебрянщик. Всё про меня. Рубцы о пневмонии. Итог. Слабая взаимосвязь. Каду не вырос. Изменение тела. Ухудшение когнитивности. Очередной оборотень. Отправлен на выгул. Может быть, про меня. Пациент 177. Бернанд Брюс. Параметры... Нет. 21. Женщина безработная. Ничем не болела. Итог смерти. Пациент 181. Альсина Д. Параметры 44. Женщина потомственная дворянка. О! О! Не из деревни. Наследственная болезнь крови. Итог. Крепкая взаимосвязь. Острое мышление. Способно управлять трансформацией тела. Применила процедуру контроля над сознанием. Отправлен на обследование. А! Возможно, кстати, это она и есть. Нет? Ну, я имею ввиду Миранда. Раз ей удалось... То есть ставили эксперименты. Здесь опять грибок. Ставили эксперименты. Деревня была. В хронологии я не уверен. Но смысл в том, что... А! А, Альсин это Димитреску. А, вампирша это. А, Альсинка. Мы как-то с ней не успели настолько хорошо познакомиться. Ага. Я ожидал чего-то подобного, но... А-а-а! Плесень у меня хлеб И лимон поверженный Это заразе Спасайся Спасайся Бросай И все Покидай квартиру И сожги все Не забудь Ну что на выход пойдем Ядрить там рыцари с полуторными мечами Да Причем он медленный 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 А как дело доходит Ну как дистанцию он сокращает Так может так навесить Что-то бобер Сосочком хорошо стрелять Да нет Нет Это показалось просто Ой Да мне все равно не туда Че Че меня пугает Я хочу к этому К продавцу Во-первых ему скинуть можно Во-вторых скорее всего У него ассортимент Обновился Потому что мы Следующего босса убили И мне в любом случае В этом направлении Надо двигаться Для того чтобы Четыре колбы разместить Как Гейзенберг От меня просит Привет Я безмерно счастлив Что вы вернулись живым Ну конечно Ну что Смело изучайте Кажется нового Ничего нет Болиин Серьезно Пес Ладно Давайте возьму Я Модли для снайпы Ну у меня Патрике Под нее есть Деньги тоже есть Ты голоден О кстати рыбка Значит ты жив Ты голоден значит ты жив Ну вот скажите Зачем мне это Мелочевка Ясно Да он действительно комментирует После каждой точечной продажи Кристальный молот Вот от босса остался Что он скажет Не нравится По мне Так честная цена Госпожу продавать Пока не буду Все равно Ага С деньгами Как-то До неприличия Все хорошо Так ну Мне интересуют Два блюда На самом деле Повышает здоровье Значительно Повышает здоровье Но не хватает Мне Где-то сочного Мяса Дикой птицы А где-то Рыбки По мне так Отличная сделка Чисто по животным В округе Мы Да Я еще Трофей Каннибала Не взял Что странно Кстати Очень странно Это что босса Не облутал Или я Дотуда Не дошел Ребят Подскажите Пожалуйста Имеет смысл А вернуться Да не Мы можем вернуться Просто А может Я там и не был На самом деле Мне кажется Я там не был Да Я не дошел Так А я хочу А я хочу А я хочу Опять Хочется Рифму С сом Лутать В конце Поехали А по крышам Бегать Голубей Гонять Гениально Кстати Спасибо большое Тебе А Я реально Туда не дошел Думал Что Вот это Вот Типа Не основной Проход А тупиковый Тогда Да Тогда Идем Дальше Вот Я же Вышел Сюда Я Каннибала Не встречал А тут Бочки Взрывные Колбы Я На место Не Не убрал Но Мне что-то Кажется Что Вброд Вброд Даже Могу Пройти Под Могу Пройти Хватит ли Мне О Хряк Так Мы Кажется Нашли Немножечко Мяса Мясо Не наберем круги нарезают ребят простите за жестокое обращение животными но очень нужно мясо это вот одно блюдо мы сможем приготовить ой зайти даже можно слушать а каннибалы они же не очень хорошие да люди в целом ой-ой вопрос заключается в следующем хочу ли я чик чик ой а а а каком что он добрый а ты как вообще в двери проходишь нормально блин какой-то злой мне кажется потерял его из виду я из дому а это снова ты умеешь прыгать ой молодец а в двери умеешь проходить а он уже забрался наверх на из я говорю не рычи такой сапун хоть он злой ребят но у него одна проблема с дверями как он все тут понастроил по скрипту просто появляется наверху беда логи такой маленький застрял и застрял везде такое ой прыгай оп все и он уже наверху блин это даже как-то нечестно я считаю ладно давай давай на мужика давай смотри я я ты и бочка я ты и бочка давай нападай давай ой ой а ты не один а вот это уже было не честно ё-моё ух ты это а а а не так блин да как да что такое то вы чё да успокойтесь все хватит хватит тихо все дверь 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 я в домике я в домике все сейчас уже спокойно все успокоились ну может конечно сложнее пошло да как то да как то да он я думал что раз на раз будет понимаете а он там чё то свои напридумывал гарпа вызывал ой он все бежит какой он злой а ой промахнулся ой 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 и ой о koll он у него рэдж какой то дает я пять гарги того из девайс все все опять спокойно ребят блин опасненько blackhawk down кажется 3 еще и ой живой живой на самом деле гарги они тебе наоборот дают ингредиенты то есть они сравнительно простым способом убиваются ой 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 это страшно как вообще ой да ну нафиг вы чё да не ну а как а как а что а что вы хотите давайте щас покрафтим немножко мины поставим перезарядимся хорошо что есть место где ты можешь чувствовать себя в безопасность то зажали гады не выйти все починился полечился перезарядился чик чик блин все нормально стайкориум говорит а я хочу я хочу опять по снегу ползать и зомби стрелять дразнить альсинку бегать по дворцу тупить над картой в резаться в свинью в резаться в свинью так страшно как то еще звук такой блин ми так Падает опять. Класс. Не, ну у нас проблема у Хьюстона. Ну, прыгай, че ты. Чик-чик, блин. А че с тобой случилось? Оп! Твою мать! Да он псих какой-то ненормальный. Твою мать! Опа! Опа! Лови! Да как так вообще? Я уже выпустил в него. Может его и нельзя убить так? А, он умер что ли? Как только ты подумал, что его нельзя убить, он умирает. У них ЭП обновляется, когда ты за дверью ходишь, лол. Нет, это вранье. Лол. Ну так оно не работает в этой игре. То есть уже, даже когда они рессуются, типа снова по анимации, у них все равно старое количество ХП. Ксадные, ну. Непроверенная у тебя информация. Ну, непроверенная. Что будем делать? Ооооо! Оооо! Смотрите сколько мяса. Мясо птицы, мясо-мясо. Взять. Не все оно свежее, конечно. Рыба. И еще здесь что-то есть. Так, ищем, 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 ищем. Ищем. Мясо. И это еще не все. О, и клад. Ангел отца Никола. Да, но в прошлом строении я все равно не все подлутал. Хас, переподписан, спасибо большое. А, вот. Да, вот теперь все. Так, теперь, скорее всего, мы сможем как минимум одно блюдо приготовить, предпоследнее. Потому что, что касается превосходного мяса птицы, петуха мы такого еще пока не находили. Такого прям... Да, здесь был тупик, получается. Ой. Да там опять эти бурсуки. Патрулируют. Дистанции, урон вообще шикардос. Так, ну вернуться назад туда, но я хотел бы еще осмотреться здесь. Вдруг мы там рыбов найдем. Можно было бы их закатить на эти. Можно было еще хорошенечко так прицелиться в одну линию, пусть не по ним пострелять. Так, ну вроде все собрали. Но петуха мы все-таки не нашли хорошего. Увы. Возвращаемся к продавцу. Потом, ну, закупаем что-нибудь, что получится. Если у него обновилось, но... Что в прошлый раз, даже после убийства босса, не порадовал, к сожалению, продавец. У нас с какими-то обновлениями. А я уже такой, полупустой. Два патрона в снайперке, семь патронов в пистолете. Восемь в дробовике. Вот, и они лаги опять, опять в этом месте. Вообще дико нагружает на полностью видях. Уппс падает 9, 13, 14. И я еще лагаю, как на вебке на стриме. Но обычно через какое-то время отпускает. Вот где-то здесь отпускает. Держитесь, ребят. Вам что-нибудь подсказать. Как фпс вернуть, слышь? Прямиком иду на кухню. Блин, рыбы не хватает. Еще одной рыбы не хватает. Да, припасов новых нет. Нет, задача важнее, чем добыча товар. Нет, ничего важнее. Одну минуточку. Можно попродавать, но а смысл? Только инвентарь освободить. Можно ограйдануть еще снайперскую винтовку. Чудесно! Знаете, сколько стоит? Темп стрельбы. Да, денег все равно дофига. Я неприоритетные пушки скинул. И тебе хватает для того, чтобы все... Ну, денег для того, чтобы все прогрейдить. Full grade все пушки. Все равно 20 фпс. До новых встреч! Но оно проходило со временем, друзья. Сейчас мы чуть-чуть уйдем из этой локации. И терпите, короче. Потерпите немножко. Значит, фпс не возвращается. Ну, игра, ну за что ты так? То есть, такой баг уже был в игре. Он появлялся, пропадал. Во, сейчас все. Сейчас опять все. Ну, смотрите. Сейчас фпс 80. Никаких настройок не меняли, ничего не меняли. Конечно, стрим лагает из-за этого, что фпс и гпу тоже используют для рендера. Уверен, что видео непросто? Уверен. Я смотрю на соседнем мониторе, что фпс загружено на 60%. И уже была такая тема. Так, ну что? Скидываем колбы. А, я думал сюда нам колбы. Место ритуала. Ингредиенты, готовка, документы, дневник. Все четыре колбы у меня, но, как сказал Гейзенберг, для ее спасения надо сделать еще кое-что. Отнести колбы к алтарю. К алтарю. К алтарю. Я думал, что это алтарь. Вот эти вот монументы. Место ритуала. А, нет, вот алтарь же. Алтарь в самом начале у нас. Я чувствую себя не очень комфортно без патронов, увы. Кстати, мы вполне вероятно могли колбу оставлять в процессе, чтобы не таскать их вместе с собой. Колба с туловичем раз. Пошла. И флешбеки сразу, да? Что это было? Приходы начались, друзья. Колба с руками. Может, торговцы только что были у него? Ничего у него нет. Вполне патронов. Колба с ногами. Кажется, здесь не важен порядок. Колба с головой. Чаша гиганта. А вот ее, кстати, можем перенести, наверное, туда. Да, видите, путь как раз нам прокладывают. Найдите Гайзенберга. Еще раз заходим на припасов. Как не было, так и нет. Заходите еще. Семь патронов в пистолете. Восемь в дробовике. Что такое? Эмида. Корейский нефиг. Опа. Что происходит? Куцый очень инвентарь. Наверняка можно было где-то сзади еще там куда-то вернуться полутайтом. По Димитреевскому эндорфин подсказывал, что можно вернуться. Попробуем справиться с тем, что есть. Чаша гигант. Так. Я не узнаю это место пока что. Где-то появился мост. А. А. Temporary measures. Временные меры. Дали ачивку. Ой-ой-ой. ФПС и тоже немножко так приуныл. До 30-очки. И тут же вернулся на 100. Мост. Найс стройка. Очень. Они тут реально очень быстро могут и разрушить, и построить. Странные механизмы. Но вся игра такая. Нереалистичная в плане. Ну, то есть тут должна быть фантазия. Определенное допущение. Чтобы принимать предлагаемые в игре. С ребенком все будет хорошо. Ой. Будь спокоен, Итан. Ха! Давай уже, двигай через мост. Попахивает заманухой, конечно. Не, ну я сохраняюсь, но... Патриков у меня на пару зомбарей. Очень красиво. Обратите внимание, если вы сейчас слушаете стрима, не смотрите, просто отвлекитесь на фуллскрин и посмотрите, что здесь. Симпатишно же, да? А-а-а! Итан Уинтерс! Входи. Не думал, что ты справишься с Доной Моро. Но тебе в Америке пришлось еще хуже, ведь так. Ты мне нравишься. Я хочу поговорить с тобой о Розе, Эмираде. Да входи же. Не бойся. Это не ловушка. Что ты задумал? Фабрика Гейзенберга. Не бойся, это не ловушка. И зомбаре чуть не слышно. Но с Гейзенбергом мы встречались в самом начале. Он какой-то вообще псих изобретатель. Ну, не изобретатель. Он какой-то... Ну... Что там, кастовал, управлял железками. С легкостью нас приструнил на старте. И пошел сейф. Давайте осматриваться. Глядишь, нас подкормят немножко припасами. Ну, совсем куцый... Куцый кормежек. Здесь закрыто. Проход только один. Проверяем по карте, что... Блин. И фабрика. Ну, будет раскрываться этот персонаж. Так. Реагент. Так. Твою мать. А... Мия. Правда, глаза коль? Э. Так и знал. Ты хочешь убить меня, как и всех. А потом пойти спасать Розу, да? Я верну свою дочь. Да нет. Ты... Ты крепко ошибся. Сука, за грёд. Довали, Блок! Прости, что с вами. Ты присядь. Интересный персонаж. Слушай, Итан, ты часть игры. Ага. И ты тоже. Да, о чём ты говоришь? Может, хватит игр? Ну-ка, сядь, сказал! Мисс Гигантская, сука. Стремная куколка. И водяной дебил. Ещё не усёк. Это тест. Достоин ли ты занять место в семейке мира? Я вообще не хочу быть в семье Миранда. Как будто я хочу, но так вышло. Я следующий, да? То есть я мёртв, а ты на коне? Ах, хер вам! Да я срать хотел на твои личные проблемы. Я просто хочу спасти Розу. Я тоже. Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребёнке? Даже Миранда боится. Последний раз! Заскнись, урод! Ты и я, Итан. Мы вместе спасём Розу. И с ней уже точно сотрём Миранду в порошок. Я за. Слышь, ты, мудак. Моя дочь. Не оружие. Ты зря. Лучше не проверять, что там внизу. А я бы рискнул. За мной просить. Щейт, он тоже отшибленный. Там какой-то механизм, видимо, оживший. Не трать патроны, дурак. Там лута нет? Нет? Сука! Весь тоже. Вообще прикольно. Какой тупик ты чё несёшь? Что от тебя? Это что-то невероятное просто. Там чувак, половину тулуища которого. Это... Как правильно этот мотор называется? Самолётный... Не знаю. Роторный? Нет, не роторный. Ну, я не знаю, как он называется. Как называется? Кто... Кто в курсе, ребят? Карлсон. Карлсон уже не тот. Ржавые обломки. Турбина? Не, не турбина. Пропеллер. Не, не пропеллер. Прошневой, скорее всего. Да, прошневой, скорее всего. Двигатели. Винтомоторный. Тоже похоже. Рапеллерный. Рапеллерный. Рапеллер. Опа. Окей. Всё равно я не всё собрал. Сколько хлама. Ладно, не будем. Может, вообще наверху. Запрыгивай, чё ты. Серьёзно, не хочешь? А, сейчас захотел. Чатик с двумя высшими. Ротор. Ротор. Ротор Огар. Может быть. Ой, ну ладно, ребят, ну хватит. Не, ну, блин, мне ж патриков-то нет. Ну, ёшки-матрёшки. У нас не хочу тратить патроны. Вот честно. Были бы у меня патроны, я бы тратил с удовольствием. Но у меня их нет. Вы ж простите. За шум, за гам. Двадцать шесть патронов для пистолета. Ну, опять же, я чё-то внизу упустил. Ротор на поршневой. Да просто мотор. Просто расположение цилиндров такое для авиации. Да, просто мотор. Я не знаю, чё здесь так много лексики. Потому что в английском, скорее всего, там было факин... Ну, то есть там были вариации, скорее всего, факов обычные. То есть стандартная речь. А у нас как только начинаешь переводить это осмысленно, получается, что ты... Ой. Получается, что ты посидел. Посидел немножко, понял жизнь. Ну, или поработал где-то в суровых условиях в окружении определенном. Фак, фак, рознь. Да. Факи бывают разные. О, есть! Вот он наш друг, смотрите! Торговцы, наконец-то мы встретим бренд нового торговца. Благодаря вашей поддержке я расширил ассортимент души. Да, да. Ну, давай. Сейчас сразу закупаем всю базу просто в припасах. Это хилка. Ну, в общем, даже за 50. 15 патриков для пистоля. 5 для дробовика. 5 для... О! Так, это у нас... Ты что, что? Что? Нееет! Так, ребята, тут какой-то дробаш. Полуавтоматическое ружье и точные выстрелы в активность против отдельных целей. Модуль увеличивает мощь. И там 1160 урона! What? Пистолет с уроном 200 базовым. У меня 180 здесь. Можно грейдить. А я думал, я уже почти в дамках. А тут оказывается следующий тир оружия. Следующие грейды. У-у-у-у-у. Сайга это, да? Сайга это, да? Должно хоть. Я думал, у меня нормальность с деньгами. А оказывается, нифига подобного. Не, мы можем скинуть пистоль, типа заменить. Или заменить, соответственно, дробашек. Да, там моды, но урон будет со старта выше в дробаше. Со старта! Как вы думаете, берем? С чего начнем? С пистолета-пулемета? Он же будет очередями стрелять. Я там не услышу за патронами. Начну-ка я с дробаша. Причем мой дробаш стоит дороже, чем этот. Ну, из-за грейдов, видимо. Из-за вложенных средств. 180к. А, нет, место. Можно переэто самое? Shift переместить. А-а-а. Интерфейс, конечно, вообще аховый. Подтвердить. Купить, купить. 39к. 39к, Карл. Играет на урон. 65 косарей сразу стоит. Стрельбы у нее явно космические. Быстрый доступ. Троечек. Типа за покупку, сэр. 10 патрика в базовой комплектации. Короче, ребят, все. У меня есть цель в жизни. Тут еще моды по 30к, по 40к. Для револьвера за 100к. Под боезапас откуда столько денег взять? Эй. Эй. Алло. Коллиматор для ружья огневая мощь скоростейность. Вот на это надо нацеливаться 42к. Так может сможем, что не мзди. Установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Не мзди. Может, мясо реально попродавать? Может, по кухне мы... Не, надо сейчас успокоиться. Или пистолет продать вообще? Или гранатомет продать? Нет, подожди. Это разные патрики. Это вообще вот тебе либо продавать пистолет, чтобы купить другой пистолет, иначе ты без патронов будет. Еда, это жизнь. Короче, нацелены вот на эти 42к. 2к, потому что коллиматорный. Хотя это вроде прицел. Огневая мощь. Огневую мощь увеличивает и скорострельность. Асик 12-й мой? Да. Ну давай тогда хотя бы продадим... Вот так вот на 3к рыбки, мяско. Нет задачи важнее, чем добыча товара. Нет ничего важного. Сам мод будет круче, чем... Чем обычный грейд. Скорее всего так. Ты издеваешься? Урон не поменялся. Ты сейчас 170 был такой же, да? Правда, теперь у меня... Покупку, сэр. А, плюс 10 мод дал? Какие плюс 10? Вы чё, вы чё, вы чё? Какой плюс 10? Там 1160... Ну там ещё кучность. Ладно, кучность стрельбы. Кучность стрельбы. Кучность... Блин, кучность... Ой... Блин, ты такой кидал, а? Ну всё, у меня теперь появилась цель в жизни. Нужно 1300... Для полного счастья. Мне кажется, вот кучность он увеличивал, да? Кучность и урон. Но про такой урон можно было бы и не писать, если честно. Кто тут? Кто здесь? Какой-то запирающий механизм явно легко ломается. Не понял, что это такое. Там ребята в VR. Мне кажется, если стрелять просто по голове им, то они будут сопротивляться. А, это сталкеры типа из халфы? Не узнал их в гриме. А тут, кстати, где-то типа лут есть. Ну ладно. Семень ни хрена не видно. А, нет электричества. У меня нет профильного образования. Что вы начинаете-то опять? Пауэр-генератор. Можно вернуться назад, если что, да? А, я могу вниз прыгнуть, наверное, да? А, я могу спуститься там. Что-то я не увидел эту лестницу дальше. Так и знал, блин. Ладно, пора. Спокойно. Спокойно. В смысле, вот удостоверение электрика же есть. Да, там, а тут удостоверение. Ой-ой-ой. Литейная. И сюда нам нужно какой-то куб поставить, да? И вот сюда потом вставить. То есть нам нужно вылить... Отпечатать, похоже. Блин, опять их трое. Ну... Нет, все равно урон засчитывается. Собираем деньги, друзья. Это очень важно. Опять же нет... Нет электричества. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. 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 Там чувак какой-то с бензопилой при... Приуныл. Здравствуйте, пожалуйста. Вы же не оживете, правильно ведь? Я просто пройду в соседнюю комнату. Что-то мне подсказывает. Что он оживет. Я просто поставлю это. Она не работает на меня. Все в порядке. Ё-моё. Может, его разбудить? Ага. Нет, точно не живой. Все в порядке, ребят. Не стоит беспокоиться. Я считаю. О, шаблон барельефа. Энтман говорит. Грамотный игровой мув. Тебя, герцог, простимулировал быть внимательным к сбору лута успехов. Да. Вот я не знаю, на сколько процентов. На 100 или на 200. Я уверен в том, что когда я буду мимо него проходить, эта тварь оживет. Её ж не зря моделировали, блин. Ах ты, тварь. Что будем делать? Слева обходим. Слева обходим. Взрыв! Я не понял. А мину нет. Не будем ничего здесь делать. Да брось. Смотри, тут вторая есть. Давай. А что ты такой слабый? Собрали кристальное сердце. Мы сможем его загнать по нормальному цене. Так, ну этому чуваку в голову стрелять смысла нет, получается, да? Да нет, электричество, насколько можно повторять. Разбил сердце, да. Замок несложный. О, у меня... О, блин. Эти... Отмычка есть. Да свисает сверху на полукрана. Что у нас здесь? Желтый кварц. Любым деньгам я рад. Может быть, сразу и сюда. Там она выглядела как будто... А, это шаблон. То есть, все-таки нам шаблон сюда. Борельефа. Сейчас тоже далеко не все собрано, к сожалению. Борельеф с лошадью. Это полезно. Ну, конечно, полезно сейчас мы... Да я хочу просмотреть, мне кажется, я здесь что-то... Все-таки... Оставил ценное. Борельеф с лошади. Блин, такое впечатление реально, что здесь что-то еще есть. Может быть... Может, сверкает, мерцает. Коритория вроде пусто. Ладно. Как обычно. Патроны улетают только в путь. Я сейчас живу на той закупке, которую фактически мы сделали. А здесь нужен ключ с конем. Явно какой-то. Ой, внизу механизмы такие. Хранилище Гейзенберга. О, там такое сундучара. Надо не забыть про это хранилище. Еще одна отмычка. Используем. Я прям все собираю. Что могу, то собираю. Патроны револьвера. ну блин теку мы вернемся там там и оставались закрыты я слышу что снизу зомбари вот в чем дело не самое безопасное место а зомбари кстати можно будет сюда заводить болин серьезно попал да вы издеваетесь прошел мимо как 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 боссов убивала на базе вообще запоролся так экономим патроны ребят как лутать быстро давайте ребят погнали он справа может не пройти даже да не пройдет они такие шустрые а ты-то вообще сама шустрота я смотрю ну просто оступился с кем не бывает и не все подлутал здесь оказывается еще это меня больше всего беспокоит смерта ладно а вот пропущенный лут как следствие пропущенные деньги и что я потом скажу этому торговцу вот что ему скажу извините не долутал вот здесь долутал там не долутал так ой заперто с другой стороны тоже хранилище какой-то склад интересный там порох запомнили эту дверь запомнили эту дверь ну фиг знает вообще-то взорвать можно кажется а могу я вот так не могу делаем патрон для дробовика 6 штук запчасть к цилиндру похоже было на деталь сцепления резервный генератор нужна шестерня но у меня же есть или не подойдет интересно семейные фото точно не подойдет серьезно не могу ничего сделать нужно шестерня ладно спускаем смотрим опасненько почему везде все закрыто не пройти не подлутать что за люди кто так строит здесь надо как-то может когда свет включится мы сможем давить и не активно мы сможем открыть когда питание восстановим в результате вертикс горит не пора ли побежит еще с ума сошел тебя просто возненавидят или ты хочешь получить порцию о это хранилище хайзенберга кажется да механический боец солдат версии 1 0 0 взял труп взрослого мужчину удалил сердце поставил каду успешная стимуляция мышц электрошоком мозг мертв поэтому он лишен разума ходит по вину из инстинкту разрушения а потом останавливается механический боец солдат версии 101 прикрепил оголовье к черепу с электродов считываются стабильные мозговые волны первый эксперимент бой с оборотнем разобран на части и съеден за три минуты поражающая способностью бойной силы недостаточны механический боец солдат версии 11 заменил нижнюю часть руки буром достаточно энергии для эффективной маневренности может здесь живое тело механический боец солдат версии 115 тоже тфт вышел установил каду реактор в грудь запас энергии гораздо больше второй эксперимент боятся бой с оборотнем убил трех оборотней за одну минуту хороший результат на непрочный реактор отключается если уничтожить реактор но мы это уже все познали о а вот шаблон шестеренки который мы можем отлить и здесь тоже не не весь лут я собрал да как так то а вот как карта фабрики нижние этажи ё-моё операционное жилище переключатель ладно будем сверяться с картой так все последний порох взяли это все что было так ну теперь в литейку возвращаемся возможно кто-то из этих живет собак блин кварь мразь я тебя ненавижу мину не хочется трассе на последнее давай иди сюда чик чик блин а он прикрывается да брось ну чё ты ну чё ты как не это самое ах ты ох ты лишь так на тебя патронов не хватит слышишь ладно давай нормально с этим с дробовиком а то x8 в закрытом помещении и подвижущейся цели это не очень приятно стрелять так шестеренку бахаем помню что шестеренка нам нужно было на ну вот неподалеку корничий говорит а у синяков совсем отключили смайл не могу ни один ставит на нет никаких ограничений по смайлом просто ним они не анимированы возможно вся там блок скриптов или фаерфокс f5 должны помочь говорят давайте еще раз осмотримся в литейке хотя да скорее всего на такая потому что ну типа недолутанная торможу погодите мне же нужно прямо кажется здесь было прямо налево и нет заплутал я уже да вот ставим шестеренку пытаемся запустить реактор ой ой так ну нас закрыли смысли я мечтал что мы объединимся против этой сучара миранда я очень очень разочарован а она похитила меня а мой сделала своими детьми заперла нас в деревне да блин не успел выстрелить что насколько это унизительно я не такой я хочу лишь да блин как так ты конечно топлив мне нужна сила достаточно силы чтобы уничтожить ну он эксперименты ставил как раз с этой целью чтобы с миранда исправила ты моих стараний сильные уничтожат слабых так устроен наш мир вряда отверг мое предложение это ну урод да я особо не отвергал у меня просто начинали начали месить не особо то и спрашивали между прочим ну то есть я конечно как оценишь это ляпнул там согласен здрасте нормальный друг алё дядь а можно так понял можно ах чёх ты собака ах ты собака собака ну окей три патрона осталось похоже нам нужно подняться наверх а а чё пфф кто так строит плотный ребят ничего не скажешь а вот эту штуку можно было взорвать надо запомнить что они встречаются здесь типа бочек видимо локальных ах понял тебя ну что за что за люди ну что за люди иди сюда иди сюда иди сюда у меня специально для тебя есть проверка нет нет такую настырную бочк больше всего я боюсь встретиться там со следующим ай как так сколько можно жить ты чё ты чё ооой душнило Да серьезно? Терминатор просто, он его не остановить Наконец-то Почему ты не используешь револьвер? Патроны жалко Револьвер хочется, знаешь, когда совсем много народу Чтоб сквозь пробивали Хотя снайперка тоже сквозь пробивает Экономлю, он слишком хорош для меня Сзади не долутан Я прям вижу, что не долутан Вот А теперь идеально Так, еще одна мина Ясно Так, а ну тут как бы К сожалению Вот здесь можно было попробовать Из револьвера пострелять Ап! Ух ты, пора Оооо Неплохо Может покрафтим немножко? Я давно не крафтил Прямо мне реально очень много всего Класс Класс Осматриваемся Так, интересное место Я знаю, что на ту сторону можно перебраться Но здесь все, что я наблюдаю Оно такое Будто форсое Скорее Скорее надо будет А как? Погорите-ка Это дверь, что ли, сама как-то откроется Ну там патрики, я вижу Для револьвера Еще что-то есть Сверху вроде входа нет Монеты там какие-то Там много денег Там денег много, ребят Алло А это А деньги мне очень нужны О, корнячек на синевик Капа нет Ну прыгать я не умею Как ни крути Мне кажется, вот эта штука просто автоматически поднимется Когда мы там что-то нажмем Это будет путь Наш путь Ну что, идем дальше, видимо Посмотрелись Посмотрелись вроде как И без сердца Ёй-ёй-ёй-ёй. Он такой внезапный. Или в спине? В спине, кажется, у него. А я уже потерял бдительность. Не, не в спине. Просто не хватило немножко урона им. Большое кристаллическое сердце. И взорвался. Мне нравится, что герой абсолютно не дифферентен. Всякого рода взрывом. А, ещё знаете, что можно попробовать сделать? Вернуться и дверь открыть за счёт... Этих вот предохранителей. Вдруг они выполняют роль не бочек. А вдруг мы их реально можем вывести из строя? Да. Потому что я помню, что когда стрелял по ним, особо эффекта это не возымело. Были вроде вторые, да? Ещё такие же. Сейчас ничего не поменялось. Были же вторые. Были же вторые. Возможно, в недосягаемости физическое. Пострелять по ним можно. Но явно... Явно на них можно воздействовать. Может, чуть раньше? Да. Я пока не наблюдаю эффекта. Сюда мы пришли. Ну да. Причём, время проходит. Нет, это, похоже, всё-таки штуки, которые перезаряжаются. Типа конденсаторов. Это всё-таки взрывы. Просто бесконечные они восстанавливаются. Либо раз их три, мне нужно третью найти. Ну, не знаю, какие тут... Привет, Серж. 0.07. То есть другого способа я пока не вижу. То есть физически достать до лута не могу. Там есть какие-то... А, ну посмотрим. Пока вперёд пойду. Возможно, нужно добежать... До трёх разных штук. Ну, потому что... Сзади... Явно мы оставили что-то ценное. Гадалки не ходи. Здесь мы были. Электричество появилось. Эх. Давайте Апони за ещё пробегусь. Может, их нужно было открыть чуваком с борами. Они вроде как сынки пробивали, когда выходили. Мысль интересная, но какая-то сложная, если честно. Так и сзади, видите, тоже лутецкий остался, оказывается. Просто, опять же, я вернусь к торговцу, он на меня посмотрит, скажет, ты чё, где деньги? А, я скажу, я не нашёл. Вот, ну ты лопух. И мне нечего будет ему сказать. Действительно лопух. Поехали. Поехали. Ага, и вот ещё одна штука такая же. Нет, действует у него, действует, действует. А, у этого вообще в спине. Он сейчас зарядится. А, он упирается, его надо обходить. Получается, да? Блин. Хорошо. Собрали. Видите, они загораются. Мне кажется, что либо они не имеют отношения к выходу, либо... Но они действуют на него. А это всё-таки такие детонаторы получаются, своеобразные. Хорошо, что происходит. Воу! Блин. Полетели, блин. Так. Такая страшная штука. Я, кажется, оказался близко к торговцам. И чем дальше я хожу, чем там, тем дальше уходит мой лут. Но я вернусь. Я вернусь. Бендер, говорит, четвёртый раз купил с Карим. Лапух. Вот он, наш торговец. Давайте посмотрим. Входите, входите. У меня всегда есть новинки. Новинки. Само собой. Само собой. Продаем. Жёлтый кварц за десятку. Два больших сердца за девять. Черепа какие-то за три с половиной. Пять за пять креста... Четыре за пять. А-а-а. Тут сочетаемое есть ещё, да? Ну, пока скидываем цены на 58 косарей. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинкерс. Новые товары он ещё нам добыл. Какие-то. Я не вижу ничего нового, если честно. Можно взять мелочёвку, типа... Ну, я бы пошёл грейдить тот же самый дробаш. Плюс 70. Вообще, капля в море. Халдир Элдер Скаут говорит, доброго зимнего вечера. Зашёл поздороваться и пойду дальше смотреть зимний гол 2019 года. Сегодня купил высокогорного чая. Думал, козла какого-нибудь. Сырокопчёную браушвейгскую колбасу. Открыл малинового варенья. Перую. Блин, хорошо живёшь. Всё время он говорит, я купил три раза ледокол пять. Вот ты лопух. А у револьвера, кстати, грейдят с вообще космическим образом урон. Так, а что по Патрикам? В револьвере пять патронов. Можешь начать реально револьвером пользоваться. Возможно, мне тогда Патрике на него будут падать. Это может быть смарт-система какая-то. Ладно, погнали. Что? А, всё хорошо, я закончил. Частливо. Купил один апгрейд, просто и всё. Гоу прохладу. О, кстати. О, соколик уже здесь, точно. Ну хорошо, друзья, сколько мы поиграли? Пару часов было? А, у меня это будильник работает. Два с половиной часа у нас было. Хорошо, друзья. Ты отлично поиграли. В колбочки все собрали, пошли к последнему боссу. Сейчас будет прохлада. Поиграем в PUBG. Там отличный графон, рекомендую. Совсем другая атмосфера. Так что давайте переходим в PUBG. Это было поиграем в PUBG. Продолжение следует...